Олег Игоревич, ну и традиционный вопрос, ваш прогноз на, ну скажем, вот на, до осени может на сентябре? Ой, до осени трудно, вряд ли доживем. Это ж один говорит, слышишь, говорит, а ты можешь вот, говорит, вот любую женщину, мол, вот, чтобы она любовница? Говорит, да, любую. Ну вот, говорит, у меня соседка есть, вот смотри, позвонил, она вышла. А тот говорит, ну надо, только если не нравится, немножко выпить. Посмотрел на него, говорит, я столько не выпью. Олег Игоревич. Так вот это я на Порошенко смотрю, я говорю, мы с ним не доживем до осени из Гройсмана. Если их двух поставить, они уже в телевизор не помещаются. Надо какие-то широкополосные телевизоры ставить. То есть они так грибут, что денег нет, страна не может их прокормить. Нет денег, чтобы эту шайку прокормить. Понимаешь, поэтому, я думаю, значит, они же поэтому сейчас бьются в истерике, чтобы МВФ дал денег. Но я думаю, тут все зависит от того, как с психикой у Лагарш, главы МВФ. Если у нее психика более-менее нормальная, то она денег не даст. Ну я думаю, она уравновешенная женщина. Я думаю, по этому денег, ну как ворам деньги давать, все равно что украдут. Все равно украдут. Ну, он говорит, я с Байденом говорил, Байден мне миллиард пообещал. А может на той стороне не Байден был, откуда мы знаем? Кто там был, кто ему пообещал эти деньги? Люда, ты что? Он говорит, Байден мне миллиард пообещал. Это как в этом самом. Он говорит, дай миллиончик корейки, дай миллиончик. Байден, дай миллиард. Байден, дай миллиард. Тогда этот просил. Помните, с гусем бегал? То есть то же самое. Это просто аферисты. А народ верит в это, тупо верит. Уже в школах висят везде портреты Порошенко. Он что, национальный герой. Висят. Вот ты заходишь в школу, висит барельев, сколько ребят погибло уже на фронте, на востоке, против российских агрессоров. И дальше в ходе школы висит портрет Порошенко. Так он же и есть убийца этих детей. Он же обещал, что уже война закончится. Что он когда пришел, тогда он сказал, что мы победим. А уже два года. Уже десятки тысяч инвалидов и убитых. Уже больше, чем за весь Афганистан наших погибло. В Советском Союзе тогда. То есть врет. Человек все время врет. Если он все время врет, ему же верить нельзя. Поэтому я думаю прогноз какой. Если МВФ не даст денег, и Байден не даст, а что Байдену давать, когда уже Обамы не будет, и Трамп президентом станет. И Трамп станет, скажет, Обама, ну иди сюда вместе с Байденом. Давайте с вашей гранчо подъезжайте. Давайте проверим, куда деньги дели вы. Налога плательщиков американских. Вы же гарантии дали, вы и возвращайте. А Порошенко скажет, да нет денег. Я говорю, да нет денег. А он говорит, так Байден, ты же давал гарантии под кредиты. Давай возвращай. И Байдену тогда жену придется новую заложить. А Обаму Мишель заложит тогда или что. Поэтому я думаю, что не даст МВФ денег. Скорее всего, если там умные люди. А им уже куда давать? Уже денег нельзя. Все раздали. Сейчас беженцам надо, этим мигрантам Сирии давать. Раз денег не будет, значит коллапс финансово-экономический. Ну и прогноз такой, что надо делать выборы в Верховный Совет осенью. Это единственный вариант по новому закону. И параллельно делать выборы президента Украины. То есть если нация хочет выжить, чтобы не было голодомора в форме каннибализма, лучше надо переизбрать верхушку и уничтожить миллиардеров. Давайте начнем делать гастрономические блюда с миллиардеров. Лучше не надо, Олег Григорьевич. Рагу имени Ахмедова. Лучше не надо.